Было как-то утверждение, что все профессии важны и все профессии нужны. На самом деле, оказалось, нужны-то специалисты, а не владельцы дипломов, сертификатов и всякой прочей ереси. Сейчас возможность заработать дана всем. Было бы небольшое количество стартового капитала, но в стоматологии, к примеру, почистить зуб и заниматься грамотной имплантацией – это не одно и то же дело. Беда вся в том, что львиная доля стоматологических кабинетов предлагает определенный и, скажем так, не самый широкий набор услуг. Основным достоинством любого стоматологического учреждения, любой стоматологической поликлиники, центра, как угодно назвать, является комплексность предоставления услуг. То есть, по идее, должно быть что? Должно быть так, что человек имеет возможность в одном месте полечиться, в одном месте совершить какие-то хирургические вмешательства, получить, далее восстановление, то есть ортопедические какие-то вещи, там полечить десны, сделать снимок, сделать какие-то дополнительные процедуры. То есть вот такой комплексный подход, в принципе, на сегодняшний день могут предложить, пожалуй, только муниципальные поликлиники. Из частных поликлиник стоматологический центр АГАД обладает, скажем так, таким комплексом, то есть у нас есть законченное производство по ортопедии, то есть это врачебный прием, это зуботехническая лаборатория, это врачи-стоматологи на лечебном приеме, врачи-стоматологи на хирургическом приеме, врачи-стоматологи на ортопедическом, соответственно, парадонтологический прием, значит, ортодонтический прием, плюс рентгенологическое обследование. Ну, у нас единственное, чего нет, это, пожалуй, только физиотерапевтического кабинета, который у нас просто по площадям негде разместить. Теперь, что касается, каждый ли врач может установить имплантат? Ну, судя по тому, что сейчас муссируется активно на телевидении, в частности, на Первом канале, какой идет такой, ну, непонятная такая программа дискредитации стоматологов, что работают без лицензии, работают без образования, работают без гражданства, без ничего практически. То есть, непонятно, люди со стороны пришли и что-то начали делать. То такое впечатление, что на самом деле любой человек может пойти и поставить имплантат. Хотя, в общем-то, надо так откровенно сказать, что, конечно, сама по себе операция имплантации – это не пересадка сердца и не пересадка печени, это более такое технически упрощенное вмешательство. Но вот самое интересное, что в имплантации существует настолько много мелочей, мелочей, нюансов, которые необходимо знать, и большинство из них приходит не только при получении образования на эту тему. То есть, существуют определенные школы, существуют направления, существуют курсы. То есть, очень много людей сейчас занимаются образованием именно вот в этой части. Но очень многие вещи приходят еще и с опытом. Есть такая тема. Не умею делать сам, приглашу специалиста с именем. Денег заработает и он, и я. Это как госцирк. Шапито понастроили, а трупы гастролирующие. Красиво, интересно. Но цирк уехал, а зрители, а в нашем случае пациенты, остались. За пациентами Агата ведется постоянный присмотр. Если что-либо и не дай бог не так, то оперативно сразу и без задержек. И поэтому в нашем случае имплантанты под присмотром специалистов Агата служат очень долго. Бронемарк, это основоположник вообще имплантации, так сказать. Отец-основатель своего рода, да? В свое время поставил имплантат, который дал рекорд продолжительности своего существования. То есть, имплантат простоил 40 лет. Это официально зарегистрированный результат. На сегодняшний день ведущие немецкие клиники утверждают, что имплантат должен стоять столько, сколько надо. То есть, они говорят четко, что если имплантат поставлен правильно, если ортопедическая конструкция выбрана верно, если расчет произведен точно, если качество изготовления ортопедической конструкции соблюдено, технология не нарушалась, то срок жизни имплантата сопоставим со сроком жизни своих зубов. Вот сколько у нас нет своих зубов? Сколько у нас своих зубов? Ну, много, да? То есть, грубо говоря, если мне сейчас 49 лет, и у меня отсутствует, честно скажу, только два зуба, то, значит, должны стоять... Ну, понятно, что сначала были молочные, потом... Но, грубо говоря, с 25 лет, давайте считайте, в 29 лет должен имплантат простоять. То есть, если все сделано правильно. Если пациент, конечно, выполняет дальнейшие рекомендации врача. А рекомендация заключается в том, что если в обычной жизни мы всем нашим пациентам говорим, что желательно посещать пациент-стоматолога два раза в год, то если у пациента есть варту имплантаты, вот эта желательность будет гораздо более другая, в категорическую форму. Вам надо посещать два раза в год обязательно. Потому что имплантат, когда он уже функционирует как искусственный зуб, как опора для искусственного зуба, он, в принципе, может заболеть теми же самыми болячками, которые у нас болеют свои зубы. То есть, это парадонтоз со всеми вытекающими подробностями.